МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти 18 миллионов рублей будет направлено на ремонт дорог в Мирном, 4 миллиона в селе Лешуконское, еще почти 3 миллиона получит город Вельск. Это дополнительная большая помощь муниципальным образованиям. И на территории 4 муниципальных образований будет отремонтировано 10,5 километров дорог. Мы уверены, что данные мероприятия по ремонтным работам будут осуществлены в текущем году в благоприятный период до сентября месяца. Всего из регионального дорожного фонда было выделено 165 миллионов рублей. Из них 100 миллионов получил Архангельск. В список дорожного ремонта вошли 8 улиц, в том числе Гагарина, Урицкого, Комсомольская и Никитова. В Архангельске разгорается ритуальный скандал. В сети интернет появилось видео, на котором оператор демонстрирует выброшенные на помойку мешки с пеплом. Предполагается, что в них находится человеческий прах. Якобы после сжигания тела умершего, пепла остается намного больше, чем его может вместить погребальная урна. Поэтому остатки работники крематория выкидывают на помойку. Сейчас на месте работает наш корреспондент. Все подробности в следующих выпусках новостей. Древнейшему каменному храму Каргополя в этом году исполняется 455 лет. Христорождественский собор был построен при Иване Грозном. Храм должен был символизировать богатство и величие торгового города. Но сегодня в Каргополе бьют тревогу. Древние стены нуждаются в дорогостоящей реставрации. Более того, недавние геодезические исследования показали, под собором образовался глубокий карстовый провал. Средства на решение этой проблемы Каргопольскому музею взять неоткуда. Наша большая боль – это Христорождественский собор. Вот обратите внимание, он у нас в лесах. Уже много лет в лесах. Потому что финансирование идет нестабильно. Поэтому работы все время прерываются. За это время успевают устраивать проектные документации. Приходится снова, значит, ее разрабатывать. На все это необходимы дополнительные деньги. Вы видите, что у него и стены, вот уже штукатурка облезает. Здесь нужно проводить еще работу на кровле пределов. Самые большие работы – это, наверное, по иконостасу, поскольку там климат достаточно сложный внутри. Говорят, что несмотря на свой солидный возраст, Христорождественский собор до сих пор не исследован и хранит множество загадок для архитекторов, искусствоведов и краеведов. Июнь приблизился к своему экватору, а листва на деревьях только-только проклюнулась. Весна и тепло пришли к нам с опозданием на месяц. Все, кто занимается огородничеством, задаются вопросом – можно ли начинать высаживать картофель и успеет ли он созреть? Наши коллеги из Новодвинска попытались найти ответ на волнующий вопрос. В 2015 году в Архангельской области было зафиксировано самое холодное лето века. Заморозки случались даже в июле. А вот лето 2016 года на удивление выдалось весьма жарким. Уже в конце мая многие жители по морю купались. Картошку начали садить с середины мая. Особенность этой зимы в том, что температурные перепады от плюсовых значений до минус 15-20 градусов создали четырехслойный слой наста. И из-за этого рано весной произошла задержка развития растений, потому что корни не могли дышать, долго таял снег. Хотелось бы сказать дачникам, что не следует спешить выбрасывать растения, у которых задержка в развитии почек. Это для этой весны нормальный период. И следует подождать до конца июня, будут ли распускаться почки на ваших кустах деревья. Особенно сильно обеспокоены задержавшиеся весной дачники и садоводы. Из-за погоды время посадок серьезно сдвинулось. Если в наших краях картошку обычно начинают садить в конце мая, то в этом году и в июне земля еще не у всех оттаяла. Посадки, естественно, сдвинулись. Вот частый вопрос по картофелю. Я хотел бы сказать, что картофель, посадку следует производить, когда земля прогревается не меньше плюс 8 градусов. То есть можно мерить специальные градусники почвенные, чтобы температура вашего конкретного участка была не ниже плюс 8 градусов. Тогда имеет смысл сажать картофель. Если, допустим, нет радостника, тогда ориентируйтесь на березу. У березы пошел лист, где-то в размере рублевого размера будет листочек. Можно смело сажать. Геннадий Иванов также отмечает, что все успеет вырасти, даже несмотря на то, что посадки в этом году поздние. На севере есть замечательное явление – это белая ночь. Они влияют на круглосуточный фотосинтез растений. Поэтому недостаток времени компенсируется. Это сейчас в регионе мы продолжаем. В Архангельской воспитательной колонии торжественно открылась девятая спартакиада среди несовершеннолетних. Соревнования такого типа проходят каждое лето во всех воспитательных колониях УФСИН России. Этот день здесь с нетерпением ждали 100 мальчишек – воспитанников колонии. Церемония открытия спартакиада началась весьма необычно. Гости турнира и подростки высадили аллею саженцев, дубов и кедров, за которыми в будущем будут ухаживать несовершеннолетние. А пока вперед к новым рекордам. Подростки соревнуются в легкой атлетике, прыжках в длину, подтягивании, метании гранаты, гиревом спорте, в командном зачете и личном первенстве. Мы хотим им привить, что спорт – это тот стержень, который поведет их по жизни. Если они будут заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, то 100% что-нибудь больше сюда не попадут. Ну и если они будут хорошо подготовлены, они еще достаточно молодые ребята, могут попасть и в сборные команды, как в нашей области, так и в тех местах, куда они вернутся. В первый день спартакиады на стадионе борьба развернулась сразу на трех площадках. Особенно популярен среди мальчишек футбол. Товарищеские встречи проходят регулярно и порой с серьезными соперниками. Олег Белоголов был признан лучшим спортсменом по результатам прошлогодней спартакиады. И сегодня он также показывает свое мастерство. Занятие спортом нужно для того, чтобы саморазвиваться, поддерживать физическую форму, быть здоровым и крепким. Также за победу боролись и волейболисты. Еще одним испытанием спортивного дня стало подтягивание на турнике. Вообще-то, когда наши воспитанники кругогодично, ежедневно чем-то заняты, у них как можно меньше возникает глупых мыслей, заниматься чем-то непонятно. А вообще физическое воспитание является одним из направлений воспитательной работы. И я думаю, что одно из важнейших направлений. Завершится спартакиада в сентябре награждением победителей во всех дисциплинах. Затем лучших отметят уже на всероссийском уровне, проанализировав итоги соревнований в колониях по всей стране. А сейчас на юг области второй год подряд в это время в Котласе случается восстание машин. Посмотреть на взвесившуюся технику собираются тысячи зрителей. В обычной жизни они работают на прокладке газопроводов, но в минувшие выходные они восстали. На показательных выступлениях погрузчики, экскаваторы вставали, как говорится, на голову, а точнее на ковши. Мощные колеса зависали над землей настолько высоко, что под ними проезжал легковой автомобиль. Драйв и адреналин. Все опасные трюки спецтехника выполняла синхронно. Легко и непринужденно снять бейсболку с вешалки, поднять хрупкое куриное яйцо. Для многотонной груды железа, казалось, нет ничего проще. Мы пришли с этой семьей на это крутое шоу. Слышали о нем в том году, но, к сожалению, не смогли прийти. В этом году с нетерпением ждали. Прям с 11 часов тусовимся здесь, что-то побывать и увидеть все своими глазами. А вот и кульминация шоу. На глазах изумленной публики спецтехника размяла десятку. У меня двое малышей-мальчиков, им очень интересно смотреть на такую технику. Мы уже второй год ходим, смотрим, нам очень нравится. Пошумев, машины успокоились, а зрители смогли рассмотреть их поближе и сделать памятное фото. О новостях региона мы продолжим рассказывать в 16 часов на канале ПС. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова